Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, собственно говоря, обзор на определенный продукт, на определенную еду. О чем же пойдет речь? Опрочем, вы уже из названия кролика узнаете. Рублевский. Решила я этот паштет попробовать вместе с вами. Утка с черносливом. Этот паштет является деликатесным. И что хотелось бы отметить, здесь довольно неплохой состав. Так как я делаю обзор, я его зачитаю. Свинина, печень куриная, мясо утки, вода, чернослив сушеный. Обожаю чернослив. Посолочная нитритная смесь. Что в нее входит? Соль поваренная пищевая, фиксатор окраски, нитрит натрия. Ну вот это минус, конечно. Но обычно это является пищевым красителем и не приносит вред человеческому организму. Желатин пищевой, ну это то, что является верхней частью, покрывает паштет, стабилизатор, полифосфат натрия, регулятор кислотности, влагодерживающий агент. Ну это вот антиокислитель, аскорбат натрия, пряности, экстракта пряности, усилитель вкуса и аромата. Ну вот глутамат натрия, чем грешат многие производители, это конечно минус. Но в основном, да, если смотреть так глобально и по сравнению с другими продуктами, которые включают в себя кучи е и остальной гадости, то тут довольно неплохой состав. Все ценится в сравнении, ребят, не правда ли? Сорян, я еще пока даже не накрашена ничего, потому что, ну собственно, я завтракаю. Вот такие дела, ребятушки. Значит, смотрите, что побудило меня сделать обзор первоочередно, сейчас я вам скажу. Я не заметила сразу, но у меня такой стоит режим, который по бокам растягивает, смотрите. Прям какое-то нереальное, да, ощущение, как будто, ну как-то странно все вы видите. Ну да ладно. В общем, вот что побудило. Я вот здесь, во-первых, это вакуумная упаковка оказалась, я ее разрезала и отсюда пошел очень приятный, натуральный аромат, аппетитный. И прям вот реально пробуждает аппетит. Только его запах. Подготовила я хлебушек, конечно же, а также маслица в масленке. Вот такое у нас масло. Просто квашеное сливочное, в принципе, неплохое. Но я хочу сказать, что иногда нарываешься на подделку в пятерке. В пятерке только бывало. Так, дальше. У меня стоит чай, конечно же, обязательно. И чай, да, у меня был вопрос по поводу меда. Как часто я беру, там, раз в неделю, да? Да, раз в неделю приблизительно или в полторы, в зависимости от того, как часто мы ездим в Ашан. Использую для чая, но считается, что нельзя добавлять там свыше определенного количества градусов мед. Якобы убиваются все его полезности, а может даже он приносит речь. Но честно говоря, насчет полезностей, да, может быть. Но в большей степени я не очень верю в эту версию. Потому что раньше родители нам, когда мы болели, горячее молоко давали, да, разбавив там мед. И все было нормально. Не очень, я верю в это. Да, может, имеет место быть насчет, я говорю, убивания полезности. Но в остальном, что вред приносит, я сомневаюсь. И я делаю так на всякий случай. Знаете, сначала наливаю горяченький чаек. Тут вот лимончики. Я очень люблю чай с лимоном. Прямо обожаю. Кто тоже любит чай с лимоном, ставьте лайк. И вот чай с лимоном и медом, это дико вкусно. С сахаром пить чай вообще не могу. Как я перешла на мед, для меня это стало омерзительно. Я уж лучше е... Да, часто бывает, что я либо с медом пью, либо пью вообще ни с чем. То есть пустой, без всяких там добавок, скажем так. И так погнали. Первый слой, это, конечно, масляный слой. Я не знаю, как вы делаете, так или не делаете. Но я делаю так. Делали так мои родители, и теперь делаю так я, да. То есть с детства. И это действительно вкусно. И муж так любит. Я думаю, все так делают. Ну, может кто-нибудь... Можно что-нибудь другое, да, поднес. Ну, вот с масляцем получается идеально. Есть даже паштеты, которые специально продаются уже с маслом. Это здорово. Билли такие есть, ну, типа на развес, знаете, из этой категории. Очень, кстати, вкусный паштет. Но все-таки не сравним он с фуа-гра. Хотя, наверное, там свинина. А здесь, соответственно... Ой, не здесь, а фуа-гра. Соответственно, у нас уже мясо птицы. Хотя там тоже, может, свинина. Ну, хорошо. Ладно, не буду я вдаваться эти подробности. Еще что философствовать, собственно, на эту тему. Давайте лучше поскорее попробуем данный паштет. Теперь раскрываем паштет, да, собственно говоря. Чтобы на него можно было поближе посмотреть, так скажем. Ох, тут мокро внутри. Причем, прямо на дне мокрое. Это отвратительно, потому что сейчас может все испачкаться. Вот, видим, действительно, желе. Аромат, конечно, вообще просто нереальный. Очень вкусно. Мне сейчас придется что-то подложить, видимо. Потому что мокрое. Просто мокрое она внизу. Вот так поставим. А потом придется еще и помыть. Итак, значит, сейчас самое интересное. Зачерпываем немножко. Ух ты! Вы посмотрите, сколько желе отвалилось. Извините меня, а что это? Но! Мне немножко это напоминает кошачий корм. Кому тоже ставьте лайк. Вот, он такой, прям нежный на вид. Ну, в принципе, как его размазывать? Вот скажите мне, как... Да, подвиньтесь, пожалуйста. Как его размазывать, если здесь желе? Неудобно же, правда? Ух ты! Он вообще неоднородный внутри. То есть здесь вот какой-то цвет... Не знаю даже, как его назвать. Цвет бетона. А здесь более такой вкрасноватый уходящий. Ой, ну, посмотрите. Вот это, кстати, неудобный момент. Серьезно. Тут желе надо как-то отдельно брать. Видимо. Здесь только так. Вот, кусочек. Открываем. Причем я прям на желе. Ну, блин, вообще, ребята, это неудобно. Я не ожидала подобного результата. Как-то мне это все грезилось. По-иному. Так, я скажу. По-иному. Не продумала я тот момент, что здесь будет желе, и что оно будет реально мешать. Ну, вот, как говорится, на практике знакомимся с данным казусом. Так его, что ли, назвать? Не знаю. Здесь также можно наблюдать кусочки чернослива. То есть, не только большим куском там, или даже двумя он лежит. Вот здесь вот, допустим, да? Сейчас мы возьмем чернослив. Ой, красота. Вот. Ну, получается это все визуально не очень прикольно. Потому что здесь желе. Потому что здесь такой, знаете, новогодний паштет какой-то. Ой, ладно, давайте пробовать в любом случае. Вот посмотрите, насколько у меня мокрая подставка, на которой, вот, видите? Это же жесть. Итак, настало время пробовать. Давайте попробуем кусок сначала без чернослива, потом с черносливом. Очень приятный паштет. Ничуть не хуже флаграм. Даже, может быть, где-то пикантнее, интереснее в чем-то. Желе я пока не почувствовала. А давайте попробуем с желем и черносливом. Ммм, могу сказать один вердикт. Это очень-очень вкусно. Не знаю, как будет остальным, но мне очень вкусно. Так что рекомендуем приобрести. Ммм, вкусно. Вот наша гертушка, гертушка кусочная. Привет, смотри, готов. Вот он я, да, муж гертушки. Вот, смотрите, короче, мы взяли, значит, такой вот модуль. Я сейчас ходил, заказывал, луквафоровский. У нас, значит, был вот такой вот премиум, древний лохматый, видите, он уже как бы в вода сюда попадал и уже... Жесткая, да, это уже. Да, в общем, в любом случае его надо было уже менять. В общем, что я взял? Я взял, значит, такой же, по-моему, престиж. Я не помню модель того фильтра, но, короче, я престиж-таки взял. Значит, престиж и вот такой вот набор чудо. А вот чудо, вот чудо. А, кстати, скажи, что буквафор вот этот сходит еще... Да, там два фильтра, кстати, вот в этой штуке дрюхи. Это подарок какой-то. Ну, там обычно всегда в наборе сколько-то, но в этом два. В общем, плюс вот это мне в тысячу вышло. Там с небольшим тысячу двадцать или в тысячу. Пятьдесят около того. В общем, вот смотрите, у него система датчика стала вот такая. Вот раньше она была вот подкрутил, подшаманил, а сейчас она у него типа уже с релейкой. А ты говорила еще про какой-то электронный? Там есть у них электронный, но это самый топовый, но ничего не понравилось, что он, к сожалению, только белый. А по стоимости? Рубри 600 что ли. А этот сколько? 450. А, ну не намок дороже. Так, ну вот типа сколько тут сейчас стоит, я не понимаю. 0, 100. А, ну типа 100%. Так близко не показывает, там людям не видно. Типа 100%. А, ну все понятно. Вот жизнь, соответственно, ее отодвигаешь, она постепенно будет видеть. Ну да, 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 да. Что показываешь? Вот, в принципе, тут тоже самое. Значит, что у нас тут? Вот один фильтр. Кстати, модель фильтра такая же, как и здесь. Ну да, пятерка. Вот, соответственно, тут всякие инструкции. В принципе, система такая же, вон я смотрю. Абсолютно такая же система этого. Горловинки. Вот еще один фильтр. В общем, этот мы отложили. Вот, смотрите, у него датчик, видите? Видно вам? Вот какой стал. Мне больше нравится наглядность. Ячейки, рылешки. Где старый? Старый давай. Ну старый. Лена старый набрала еще, да? Ну да, фикс. В общем, давайте его, так сказать... Он надо смыть чуть-чуть. Вы помыть этот полу надо? Его с мыльным раствором надо помыть. Ну, в общем, мы эту всю конструкцию промыли. Фильтры я вроде ссунула. Я, правда, не помню, как они всовываются. Тут все очень просто. Погружаешься и все. И сейчас будет первый залив. Сейчас будет первый. Так, вот открывать, видите? Я не видел, что... Видите, по какой системе открывается? Туда-сюда. Причем закрывать нельзя, да? То есть, если вдруг решили закрыть, нельзя. Подожди, да, я покажу-то. Потому что иначе, да, он начнет двигаться. Вот уже Рома тут его сдвинул. Зачем-то руками? Нет, я его руками трогал. Он такой был. Потому что руками трогал. Ничего не трогал. Ну, значит, так и было. Ладно, бывает и так. Что поделать? В общем, воду набираем. Вот сюда все заливается. Рома-су. Теперь медленно-медленно все сюда прокапывает. Через фильтр первое применение обязательно проходит в холостую. То есть, как только вода протечет, то, соответственно, необходимо ее слить. И, соответственно, так сделать пару раз приблизительно. А потом уже все, можно пользоваться. Да, тут написано, даже то, что на 10 минут надо в воду класть. А, да? Ну, что, что не положил. Ну, вот видите, надо что-то. Потом нужно два кушина слить. Да-да. Вот, как я и сказала. И в то же время я тут делаю, видите, сухарики. Так что сейчас они отправятся в духовку. Сухарики, это круто. Ну, и розетки. Почему-то с пластиком, пластиком. Включаешь, он так, бах, и пробочки, бах. И пробочки. Ты голый, бежишь. Не знаю, я сегодня вот это для бетона, а это для гипсокорычка неплохие. Такие прям... Вот, и здесь ровно. А здесь вот ровно, да. Вот, не дачу. Классно.